Ежегодно в честь дня рождения Мусы Джалеля преподаватели, сотрудники и студенты Казанского университета чтят память великого поэта. 2024 год не стал исключением. 15 февраля прошло торжественное возложение цветов к памятнику писателя. Бюст открыли еще в 2016 году во дворе главного здания КФУ. Место выбрано не случайно. Именно там запечатлены имена сотрудников университета, ушедших в годы Великой Отечественной войны на защиту Родины. В Казанском университете всегда помнили и помнят о великом поэте-герое. В 20-х годах прошлого века он учился на рабочем факультете, призванном подготовить татарскую учащуюся молодежь к поступлению в вузы Советской России. Учеба и тесное общение с ровесниками оказали большое влияние на развитие юноши. Позднее Муса с теплотой вспоминал эти дни, рассказывая, что раб-фаг привел к повороту в его творчестве. После поступления он стал писать стихи совсем иного характера. Мне кажется, что любой житель города Казани, республики Татарстан, может очень много рассказать о Муседжалиле. Если кто-то не в состоянии, может быть, прочитать строчки Муседжалиля на родном языке, либо на своем собственном языке, но о судьбе патриота и гражданина, я думаю, знает каждый житель Татарстана. И мне на самом деле хотелось бы, чтобы об этой судьбе и о литературном наследии Муседжалиля знали, как я уже говорила, не только в Казани, не только в Татарстане и в России в том числе, но и далеко за ее пределами. Творчество Муседжалиля развивалось еще с детства. Свои первые стихи поэт начал писать, когда ему было всего 10 лет. Но до наших дней сохранилось лишь одно раннее стихотворение под названием «Счастье». Примечательно и то, что поэт писал свои произведения не на русском, а на татарском языке. Несмотря на то, что с его творчеством могли ознакомиться только носители татарского языка, он достаточно быстро набрал большую популярность, поэтому его стихи были переведены на множество языков мира. В честь поэта даже был назван один населенный пункт – небольшой поселок в Татарстане. Также его имя носит улицы во множестве городов России и других стран бывшего Советского Союза. Сегодня мы отмечаем 118-летие со дня рождения известного татарского поэта, общественного деятеля Мусы Джалиля. Несмотря на то, что он прожил немного лет, его жизнь трагически оборвалась 38 лет, он оставил очень серьезный след в творчестве, очень серьезный след оставил в литературе. И мне очень приятно, я горжусь тем, что произведения Мусы Джалиля сегодня изучают не только в Казани, в Татарстане, но и далеко за пределами нашей страны. Стоит сказать еще об одном важном этапе жизни Мусы Джалиля – о военном времени. Он был настоящим патриотом. Когда командованию стало известно о том, что он известный поэт и бывший председатель Союза писателей, его хотели демобилизовать и отправить в тыл. Но он настоял на своем и уже в 1942 году оказался в строю. Во время Великой Отечественной войны Мусы Джалиля был ранен и взят в плен. Позднее он вступил в добровольческий легион, сформированный немецким командованием из военнопленных, для виду согласившись сотрудничать с противниками, чтобы по мере возможности устраивать побеги военнопленных. Благодаря подпольному обществу по спасению соотечественников, многим пленным красноармейцам действительно удалось сбежать. Но продолжалось это недолго. Уже в 1943 году схему раскрыли. Тогда поэт вместе с другими его участниками был брошен в тюрьму и впоследствии казнен. Его произведения переведены на 56 языков. В татарской литературе нет ни одного писателя, чьи произведения переводилось бы на столько языков. Это говорит о том, что его произведения востребованы, они бессмертны. И нам очень приятно, что молодежь также интересуется творчеством, биографией Масу Джалиля. И мы надеемся на то, что и последующие годы подобные мероприятия, они будут проходить и в нашем университете, и за пределами вуза. Этот год особый. В этом году мы отмечаем 80 лет с того времени, когда трагически оборвалась жизнь Масу Джалиля и его соратников. Эти мероприятия будут проходить уже в августе. Мы тоже наметили свой план мероприятий. В концлагере Маса Джалиля успел написать цикл стихотворений, который позже его сокамерник передал в Россию. Эти стихотворения составили сборник «Моабитская тетрадь», за которую в 1957 году поэта посмертно наградили Ленинской премией. Даже в такие опасные времена поэт не забывал о творчестве. Он писал от себя, душой. Возможно, именно поэтому его творчество нашло отклик во многих сердцах, и по сей день его стихи слышны по всему миру. Карина Саяхова, Кристина Отсёкина, Николай Осуховский. Универ Новости.